Это Гриша. Скажи, Гриша, одевайся. Скажи, Гриша, в стирку. А вот они, сверху, ковка. Тебя тоже надо одевать? Да. Ну, садись на диванчик, садись. Попробуй сказать спасибо. Это Гриша. А Антошина. Простите, но раз уж вы решили стать дома и все такое, вы можете выращаетесь и расскажите, что выращаетесь. Ты че, Гриша? Кто там? Марсик. Марсик. Да, в любом случае, ты прекрасно выглядишь. Ты такой милый. Спасибо за помощь. Всегда рада. Молкою пригласить любезные соседи, за чашку человек и священная уха. Мур-мух, мой любимый. Мы с удовольствием. Мама. А они уже целовались. Да, ну что? Да, может, надо целоваться. Хорошее дело. Да? Да. Что? Ну, конечно. Он когда гуляет. Надо ли возвращать астрономию в школьную программу? Мы обсуждали с директором по коммуникациям и боскорпорациям Роскосмоса и Рима Баренкова. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Перепасы. Ну да, первая шмая уже. Ты же, да. Ну что, ты выспалась-то, мама? Да, хорошо, я выспалась-то чуешь. Хорошо, я вам больше. Иди, садись. Сядешь? Не, он хвастается, дедушка. Он же хвастун такой. Папа с мамой, вы знаете? Да, у нас их в опице полно. Может, дружицы даться в турне, но... Афоня! Нельзя! Афоня, ты сейчас сломаешь печку. Закрывай, пожалуйста. Конька на улице. Ну там сегодня опять у нас холодно. Холодно-холодно, да? Тучи. А вот тут же я вот покосила все. Теперь тут красота. А кто тут проснулся? Расскажи, кто проснулся. Это ножнички, это мамоны. Как мама режет, покажи. Чик-чик. Что, будем работать? А, не знаю, чем заняться. Ты режешь? Афонька, одеваешься? Дедуля, да? Дедуля, водяй. Сколько? Да я не знаю. Порядка 11 тысяч долларов. Ты ему только шарфик там тоже. Сейчас шарфик, дедуля. Она не могла сбежать. Афоничка, ты пойдешь? Ну давай, пока. Подожди, я дедушку ждать. Дедушку ждать. Я не стал делать выпаспешных водок. Мы сделаем все, чтобы найти вашу путь. Дедушка, ты пойдешь в окно. Дайте. Дедушка, ты смотришь. Дедушка, ты смотришь. Кажется, я отпущу. Обратная информация оценивает идею сдержанных. Научный руководитель высшей школы. Афоня! Что там стучит? Это ты стучал? Да. Ты растуешь? Иди постучи. Где братаны? Здрасте! Здрасте, бабушка. А что это? Это из почтового ящика. Да? Мама! А. А где мои деньги? Твои в копилке, наверное. Ну я, смотри, я буду в кок. Антошка, Антош, ты будешь вязать? Да. Чтобы работать. Да. Ты любишь работать? Да. А зачем работать, сынок? Чтобы зарабатывать деньги. А зачем же деньги? Чтобы на батуты. Там закрыто. Открыто? Да. А там дети есть? Да. Поедем куда? Ну мы же в Сочи поедем. А когда? На батуты. Ну в Сочи и на батутах. Хорошо? Ага. Дядя, у меня молодец. Да. А вчера ты что, был не молодец? Да. А почему? Потому что вы меня волгали. За что? Волгов с Потапинка займутся личностью. Я, смотри, это я командовала. Да? Что у нас нельзя командовать? Можно. Можно, да? Да. 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 Кто приехал, скажи. А кто это? Это у нас жарко действует. Засенька, привет. Ты приехала? Помаши привет. Привет. Ну помаши. А где папа домой? Покажешь, как ты, как ты, как ты, как ты, покажешь? Вот. Да, стой, иди. О, у вас тут... Скажи, тут скользко. Я не понимаю. Еще и в колготках тут вообще скользко, да. Афония, так кто приехал? Зоя. Кто приехал? Ляля? Скажи, Зоя. Ляля. Она, Афоника, лучше Зояки. Тебе такую надо, Ляля? Нет, мне ее не подарит. Нет, ну не эту, а такую же. Чтоб у них такая же Ляля родилась. Мам, я хочу в больницу. А? Мам, я хочу в больницу. В больницу. А, теперь надо съездить в больницу? А, мам, мы же тоже завтра уезжаем. Куда? А, ну, да. Да, там раздают в больнице детей? Ага. А как вы взять мальчика или девочку? Уникальность, пойдем, пойдем. Ну, как узнать, как мальчика или девочку взять? Я знаю. Как? Надо быть беременной. А, надо быть беременной. Паша нам сейчас позвонил и рассказал нам новости. Да, Зосик? Вот официальный сайт станицы Старом Ушасовской. Тут новости за 20 апреля. Вот официальный сайт станицы Старом Ушасовской. Вот так вот, в общем, Сергей Алексеевич теперь на доске почетов. Только где она находится, да? Да, да. Все, пошли? Зосик, масса, пока-пока-пока. Пойдите, погуляйте. Я на улице скажу. Я говорю, что ты не поймешь, что это за девочка? Так, ну что, родня уехала. Я сейчас покажу вам фотки. Да, мы сделали уже к 9 мая бессмертный полк. Вот детям фотографии с дедулей. Пойдем на 9 мая на парад. Только, скажем, еще палочки приделать. Две сделали и Гриша, и Антоша. Вот так вот. Давай помогу! Ну и дома заодно будут у нас. Так, вот фотография. Это 10 лет назад примерно. Примерно, наверное, 9, 2007-й, наверное, был год. А вот это с 90-летия. Фотография. Так, ну что, на сегодня уже, наверное, все. Уже 9.15. Я сейчас поубиралась на кухню, потому что завтра хочу все-таки начать убираться у Антошки. Надеюсь, что получится. Но, как всегда, зарекаться не буду из-за погоды. То, что если будет прохладно так же, как и сегодня, то не хочу с открытыми окнами, чтобы долго было. В общем, чтобы все-таки проветрились шторы. Вот поэтому, если будет прохладно, как сегодня, то, скорее всего, не буду снимать шторы, стирать. Не хочу так вот, чтобы окна были закрыты. Вот. Ну, тогда, наверное, может, поубираюсь в холодильнике. Потому что в холодильнике тоже уже такое все, как всегда. Нужно, в общем, и полки протереть. Там, что уже не очень свежее. Или быстренько приготовить, или уже выкинуть. Вот такой вот, в общем, день. Вот как-то вот так вот. Все. Всем спасибо за комментарии. Честно, даже не могу на них слишком отвечать. Поводы поездки Москвы. В УКСУ, честно, не знаю. Сижу. Мне, конечно, очень хочется в Москву. Ну, не знаю, когда-нибудь, наверное, нужно поехать посмотреть. Грише почему-то хочется в мавзолей. Но, думаю, как раз пока мы доедем, в таком, уже постарше ему уже можно будет такие вещи смотреть. Хотя, не знаю, там есть какие-то вообще ограничения ко входу. Но Грише почему-то прям хочется в мавзолее. Хотя он всего этого не знает, да? Ну, вот. Ну, будем надеяться, что мечты сбудутся. Так что, когда-нибудь, я думаю, поедем и в Москву. Потому что... Ну, хотя бы в Сочи для начала съесть. Ну, ладно, все. Пошла вставить видео. Всем пока-пока.